Давайте сегодня еще раз поговорим о том, как пропаганда и политтехнологии пытаются подавить протест в Беларуси. Я с удивлением для себя узнал, что все эти вещи вызывают большой интерес. Я-то их знаю, сто раз проходил, пока тут выборами в России занимаюсь уже 9 лет, их всем рассказываю. Никто обычно не слушает. Да что там выборы, у нас в Москве даже троллейбус с помощью политтехнологов ликвидируют. Ну вот на прошлой неделе я выпустил ролик, и он набрал миллион двести тысяч просмотров. Из них семьсот тысяч из Беларуси. Невероятно. Давайте разовьем мысль, просто чтобы вы лучше понимали, как все работает. Многие испугались вчера речи Путина о том, что по просьбе Лукашенко он подготовил какие-то боевые отряды, чтобы вмешаться в ситуацию. Также вы, возможно, заметили, что на улицах Минска стал появляться экипированный ОМОН в черных масках, который выглядит очень грозно и страшно, и иногда кого-то задерживает. Даже сам Лукашенко хотел поустрашать и расхаживал с автоматом. Получился, правда, анекдот, но смысл был иной. Хотел прям напугать всех. Что все это такое? Представьте себе ситуацию. Вы захватили власть и держите ее без на то оснований, проиграли выборы, однако видите себя единственным и самым хорошим правителем, ну и вообще жизни для себя иной не представляете. Но при этом под окном стоит море людей, которые против вас. Море такое, которое не победить. Ваше окружение и особенно подчиненные вашего окружения и все, кто ниже по иерархии, начинают бояться и нервничать и вообще не понимать, зачем им нужны вы. Думают они. Проблемы одни от вас, протесты все не останавливаются никак и каждый раз все сильнее, а вы с ними ничего не можете сделать. Что же вам делать в такой ситуации? Что можно сделать, чтобы выиграть? Стратегия одна, выглядеть максимально грозно, чтобы превосходящая сила, представляющая сейчас уж совсем все общество, прям все слои от рабочих и бюджетников до дипломатов и предпринимателей, чтобы все они испугались, решили, что вы такой большой и грозный, что победить вас нельзя и разошлись по своим делам и не трогали вас, а вы дальше себе жили, как раньше в своем президентском дворце. Смешно, но это напомнило мне инструкцию, которую я увидел как-то в национальном парке Калифорнии. Что делать, если вы встретили пуму? Понятно, что человек не может сражаться с пумой, ее еще называют горный лев, она намного сильнее человека. Поэтому инструкция рекомендует поднять вверх руки, чтобы казаться большим и страшным, чтобы пума подумала, что лучше ей с вами не связываться и потом медленно пятиться назад. И надеяться, что она уйдет. Я перед роликом погуглил видео и вот оно, прям вот такую инструкцию нашел, вот прямо оно. То есть реально описывают, что делать постаревшему автократу, если он столкнулся с народным протестом. Путин совершил информационную интервенцию в поддержку Лукашенко. Лукашенко пытается делать то же самое. Главная цель сейчас состоит в том, чтобы люди поверили в то, что ничего добиться нельзя и разошлись. Но, конечно же, добиться очень даже много чего можно. И давайте теперь поговорим о том, как вообще развиваются такого рода революции и как происходит успех. Большая проблема обществ на постсоветском пространстве – мы укушены советской историей и склонны любые протесты сравнивать не менее, чем с 1917 года. Вот если не случилось переворота за пару дней, если император не отрекся прямо в вагоне литерного поезда, то и протесты захлебнулись у нас. Кто-то говорит, что это за деньги, ну, пропагандисты. Кто-то по искреннему заблуждению. Но такие утверждения просто отрицают ход времени. Отрицают все ключевые различия между обществом первичной индустриализации и урбанизацией начала 20 века и сегодняшним обществом. Первое и самое главное, что отличает сегодняшние события от любого конфликта в 20 веке – ни одна из сторон не готова применять насилие в таком объеме, чтобы сразу деморализовать и подчинить себе противника. На этом месте нужно пояснить, что я имею в виду. Потому что звучит это контринтуитивно и даже бесчеловечно. Все, что творил белорусский ОМОН в первые дни после подлога выборов, все, что происходило за стенами СИЗО и милицейских отделов – это ужасно. Это совершенно чудовищно. Но надо понимать, что революционные события прошлого – это не дубинки и не резиновые пули. Это боевое оружие, причем с обеих сторон. Это настоящие уличные бои. Это массовые жертвы. Кровавое воскресенье 1905 года, послужившее толчком к революции, жестокая расправа с рабочей демонстрацией в Петербурге – это не менее полутора сотен убитыми и по тысячу ранеными. Не только правительственные, но и революционные силы действовали совсем иначе. Для начала прошлого века сама принадлежность к августейшим фамилиям или политическому истеблишменту, руководству по большей части территории Европы – судьба почти расстрельная. Речь идет совсем не только о русских губернаторах и министрах, регулярно сталкивавшихся с террористическими группами и становившихся жертвами этих групп. Похожее происходило более-менее повсюду. В нулевых годах, многие из вас помнят, на СНГ по каналу Fox Kids транслировался мультсериал «Принцесса Сиси». Я не помню, но вот мне такое вот посоветовали, что говорят «транслировался». Центральным персонажем этого сериала была будущая императрица Австрии Елизавета Баварская. Очень красивый мультик об истории ее любви с будущим императором Францем Иосифом. В лучших традициях сказок он заканчивается свадьбой, они жили долго и счастливо. Но в реальности они не жили долго и счастливо. Саму Елизавету в 1898 году убьет итальянский анархист Луиджи Лукени. А с убийства ее племянника, Франца Фердинанда, сербским террористом, начнется Первая мировая война. Счастливые концовки для кого бы то ни было, но особенно для царствующих и управляющих особ, чуть больше века назад, большая редкость. В основном гибли от пуль или от террористов, совершенно не естественной смерти умирали. Политический террор, кровавые разгоны демонстраций и виселица с одной стороны, бомбы, ножи и наганы с другой стороны, это тот инструмент, которым не то что не брезговали, но полагали единственным обе стороны. Обе стороны рассчитывали взять верх силой. Победа революции это физический захват правительственных зданий, поражение, виселица для главарей и зачинщиков. Сегодня мы явно видим, что даже до самого Александра Лукашенко, с его очень своеобразными отношениями с реальностью, вроде бы дошла эта истина. Применение насилия, тем более применение немотивированного насилия непопулярным автократам, кадры избитых людей и новости об убитых, это не решение проблемы, а существенное усугубление своего положения. И без того, которое не очень хорошее. Те люди, которые, возможно, готовы были бы принять украденные выборы, оказались не готовы наблюдать карательные акции на улицах собственных городов. Я говорил об этом с самого начала. Задача автократа, применившего насилие, применить его в достаточной степени, чтобы напугать, но не в достаточной, чтобы вызвать ответную реакцию. И Александр Лукашенко пролетел эту развилку без остановки. Но даже он уже понял, что новая волна уличного насилия способна лишь превратить крайне скверную ситуацию в катастрофическую. Если против тысяч были пригодны дубинки, то для десятков и сотен тысяч уже нужна войсковая операция, которая невозможна. И это понимают все. Протест же с самого начала был принципиально ненасильственным. И в таком виде и сохраняется, ширится и крепнет. Никто не готов штурмовать правительственные здания. И как бы пропаганде не хотелось никаких кадров с бесчинствующими протестующими, близко даже сравнимых с тем, что творила милиция и ОМОН, никак не находятся. Обе стороны не рассчитывают на силовую победу. Обе стороны апеллируют к общественному мнению. И даже ставшая знаменитой выходка Лукашенко с автоматом, она про это. Она должна была кому-то сказать, что он ни перед чем не остановится. Она должна была разлететься по соцсетям грозным ястребом, как человек, встретивший Пуму. Но эффект, однако, получился обратным. Все увидели оторванного от реальности старика, который зачем-то вооружил ребенка. Но это эффект и казус исполнителя. Задумка-то была другая. Отсутствие интенсивного насилия естественным образом затормаживает и растягивает процесс. Когда одни точно не собираются стрелять по толпе, а вторые штурмовать, в какой-то момент возникает та неопределенность, в которой мы находимся сейчас. Понятно, что диктатор потерял всю свою легитимность и уйдет. Но пока непонятно, как именно. Вот какой будет конкретно процесс и механизм. Ну и весь этот процесс принимает затяжной характер. Совершенно нет причин кому-то расстраиваться по этому поводу. Совсем наоборот. Степень насилия при режимной трансформации прямо коррелирует с характером будущего политического режима. Да, революции со взятием зимнего и массовыми чистками выглядят эффектно. Но в их результате возникает общество, в котором все хотят друг друга убивать, и уж точно никто не хочет в такой стране жить. Приходится железный занавес делать, чтобы все не разбежались. Надо просто отвлечься от учебника истории, не фантазировать о красногвардейцах, которых нет и взяться им неоткуда, и понять, что революция начала 21 века выглядит не так, как в начале 20-го. И это хорошо. Задача протестующих совсем не в том, чтобы захватить почту, телеграф и телефон. Их задача, во-первых, притянуть к себе общественные настроения и сделать протест массовым и включающим в себя все общество, что уже более-менее получилось. Во-вторых, показать элитам, что сохранение автократа на своей позиции дороже его замены. Самый успешный, как с точки зрения самого процесса, так и с точки зрения последствий, пример из арабской весны, революция в Тунисе. Там завершил свои 24 года правления и убежал за границу, казавшийся несменяемым президент Бен Али. С ним, кстати, как у Лукашенко, так и у Путина, больше общего, чем хотелось бы думать. Например, он тоже обнулил свои сроки в 2002 году. Так вот, революция продолжалась больше трех недель и закончилась именно с применением силы к мирной демонстрации. Туниса, которым у нас почему-то знают не так много, это вообще почти идеальный пример современной революции. Массовые мирные демонстрации, применение силы непопулярным автократам и далее раскол элит, бегство президента, переход власти к военным, которые мирно передают ее на свободных выборах. Бархатная революция в Армении, не автократии при совсем ином положении Сержа Сарксяна заняла больше месяца. Революция в Украине при совсем ином уровне насилия и, опять же, другом статусе Виктора Януковича больше трех месяцев. Огромное, но незаметное глазу преимущество белорусских протестов действие самого Лукашенко. Я уже говорил, что угроза иностранного вторжения огромный вызов для белорусских элит. Все прекрасно понимают, что появление на территории страны зарубежных войск или силовиков это момент прощания с суверенитетом. Это передача другому правительству главной государствообразующей силы монополии на насилие. Удержание автократа на чужой силе это уже никакой не статус-кво, который стоит беречь. Это превращение национального правительства в совершенно номинальную администрацию. Это угроза статусам, активам, безопасности и личной свободе всех тех, кто занимает высшие ступени социальной иерархии сейчас. Найдется много желающих поруководить активами и пораспределять ресурсы в Беларуси. И они будут совсем не белорусами. А белорусские элиты, во всяком случае, часть из них, поедут, как, например, губернатор Хабаровского края, на самолете в Москву в сопровождении ФСБшников сидеть в Лефортово. Лукашенко, который еще как-то держится за власть самостоятельно, и Лукашенко, удерживаемый на российской силе, это, с точки зрения элит, два разных человека. Первый, принимающий решение автократ, гарант их положения. Второй, номинальная фигура. Отсылки самого Лукашенко к военной помощи из России, заявление Путина о формировании специальных полицейских отрядов для помощи соседу по его просьбе, это совсем не укрепляет, но, наоборот, разрушает внутриэлитную легитимность. Перспектива передела собственности, пересмотра всех прав и привилегий становится все более реалистичной. Это Александр Лукашенко и его ближайших родственников может в крайнем случае устраивать положение генерала Филиппа Патена, главы оккупационной немецкой администрации во Франции. Но всех остальных точно нет. Но, опять же, это не значит, что уличные протесты бесполезны, и значительная часть элит сама типа все поймет и все сделает. Безумные заявления Путина и Лукашенко, они не от хорошей жизни появляются. К ним толкают именно протесты, именно их настойчивость и массовость. Потому что всем все понятно, какой сейчас в Беларуси расклад сил. Много лет Александр Лукашенко строил систему пропаганды, фундаментальную основу своей власти, именно на суверенитете, главная угроза которому большой восточный сосед. Сегодня он вынужден прямо говорить, что без торга обменивает суверенитет на собственное кресло, неважно, останутся с креслом реальные полномочия или же он будет губернатором Минской области в составе России в том или ином виде. То есть совершенно мирный протест без штурмов и захвата с одной стороны демонстрирует явное схлопывание какой-то общественной поддержки, а с другой стороны подталкивает автократа к тем действиям, которые сильно ему вредят. Реальны ли угрозы военного вторжения из России? Сложно делать прогнозы. По-моему, нет. Есть один хороший аргумент, почему это было бы реально и много аргументов против. Аргумент за. Происходящее в Беларуси, потеря власти, проигравшим выборы автократам под влиянием мирных протестов, это очень страшно для Путина и его окружения. Это воспринимается как модельная ситуация 2024 года в России. И есть очень большой соблазн не допустить ее успеха, удержать Лукашенко любой ценой. То есть, возможно, хочется, но одно дело хочется и совсем другое дело сделать. Против сделать есть много аргументов. Силовая, военная или полицейская, в данном случае неважно, агрессия против Беларуси не будет иметь широкой поддержки в России. Эффект Крыма неповторим. Он совершенно нивелирован к 2017-2018 году, когда уже всеми социологическими методами фиксируется переход от поддержки внешнеполитической агрессии к явному раздражению ею. Кроме того, в Крыму удалось сделать все бескровно и довольно красиво в плане телевизионной картинки. Все эти вежливые люди, которые хоть и с автоматами, но фотографировались с местными детьми и котами, подчеркнутое уважение к местным жителям, все делалось для того, чтобы, совершая аннексию, показать, что мы как бы пришли помочь, мы пришли с миром. Приехать в Минск на российском танке или на российском автозаке и бить там белорусов, это совсем другое. В Крыму никто никого не бил. Даже в Донбассе война шла против украинских военных, но никто не подавливал мирный протест иностранной силой. Российские силовики, избивающие белорусов в Минске, такая картинка способна вывести людей на митинги в любом российском городе, где этих силовиков, кстати, как раз и не будет. Уровень поддержки Владимира Путина и без того невысокий еще сильнее снизился на фоне невнятных действий по поддержке граждан в период пандемии и конституционного голосования, потому что там во время агитации было роздано очень много обещаний, которые совершенно никто не собирается исполнять. И скоро люди начнут задаваться вопросиками. Агрессия против Беларуси с точки зрения российской внутренней политики очень рискованный шаг. Во-первых, есть отличный от нулевого шанса в угаре поддержки соседнего автократа потерять собственного. Во-вторых, российские элиты прекрасно понимают, что речь обязательно будет идти о санкциях, причем вполне вероятно куда более жестких, чем в случае Донбасса и Крыма. Вторжение в Беларусь это похороны всех тех усилий, которые прикладывались к политическому лоббизму в Европе и США по ослаблению санкционного режима. Это лишение западных политиков хоть какой-то аргументации в этой дискуссии. Никто уже не сможет поддержать Россию. Европа это не Ближний Восток, где можно раз в неделю объявлять себя победителем и выводить войска из Сирии. Это агрессия у самых границ Евросоюза, которая точно не может пройти бесследно. В-третьих, это добьет режим Александра Лукашенко. История знает массу примеров марионеточных правительств на зарубежной военной силе, но история не знает ни одного успешного и продолжительного такого примера. Любой режим держится на базовой поддержке. Иностранная интервенция базовую поддержку разрушает. Ненависть к оппонентам его консолидирует и общество начинает уже ненавидеть то руководство, которое это допустило. Нельзя однозначно сказать, что творится в голове у Владимира Путина. Но что сказать можно совершенно точно, по состоянию на сейчас все заявления о формировании сил по просьбе Лукашенко это попытка запугать общество. Очень показательная попытка. Иностранная интервенция это совсем не фунт изюма. Но пока это только пропагандистский фантом. Именно так, как я описал раньше, происходят современные революции. Это продолжительный процесс общественного давления, под которым элиты начинают задумываться, а автократ совершать все больше губительных ошибок. Они происходят именно так и никак иначе. Когда инструмент насилия недоступен, зато очень хорошо работают инструменты публичности, это замедляет процесс смены режима. Но это совершенно его не останавливает. А также, что очень важно, это снижает его цену в убитых и покалеченных. Очень многие люди, большинство из которых очень дорого стоит российским налогоплательщикам, будут внушать вам мысль о том, что если Александр Лукашенко уже не в бегах, то революция провалилась и все слилось. Но это не так. События развиваются даже быстрее, чем можно было бы ожидать. Развиваются совсем не в пользу автократа, мечтающего править до смерти. С начала 20 века изменилось все. Другие автократии, другой статус насилия, другие революции. И это неплохо, а хорошо, как с точки зрения цены перемен, так и их результата. Гораздо лучше, когда результатом перемен не становится расколотое общество, каждая половина которого стремится предъявить другой половине огромный счет за пролитую кровь. А хорошо, когда появляется общество консолидированное и мирные, массовые, но настойчивые протесты лучший путь этого добиться. Живи, Беларусь! До завтра! Беларусь! 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 Нашу милую маму, где был розык, а я побываюсь! Разумею, что ты под моими ногами без славы не руком и стоять! «Беларусь!» ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин